Далее вот такой вот вопрос от Леви Косова. Петрович, у меня вопрос немного не по теме, наоборот, то что надо по теме. Вы говорили о приеме семян тмина, что лучше принимать их целиком. У меня вопрос, есть ли принимать семена других растений, амарант, лен, кунжут, конопля, чай и прочее, нужно ли их перемалывать или лучше принимать их целиком. Цель приема – увеличение гемоглобина или просто принимать как БАД. Вот смотрите. Смотрите, я же объяснял, что я лично использую для того, чтобы нормализовать микрофлору во всем желудочно-кишечном тракте. Если я использую, ну допустим, там водный настой, то что происходит? Просто-напросто он здесь у меня всосался, а мне надо, чтобы он дошел до самой прямой кишки, где сидит эта зараза. А туда ничего не доходит. И что? Значит, отцового лечения нету. Там где-то она работает. Вот поэтому для того, чтобы именно достигнуть того места, которое необходимо пролечить, а именно нормализовать среду и нормализовать микрофлору в толстом кишечнике, я применяю семя тмина, не миля, не надо, потому что мы размелим, он начинает уже в желудке, грубо говоря, вот это может ожигать слизистую желудка, там портит желудок, потому что это такое растение, обладающее сильными такими огненными средствами. Оно должно работать там. Вот. И если оно цельно, оно здесь в желудке только набухнет, только набухнет, а дальше в тонком кишечнике, проходя, нормализую, она начинает в тонком кишечнике распускаться, то есть отдавать свои фитонциды, отдавать вот этот дух. И далее попадает в толстый кишечник и идёт, знаете, вот там вот она в каком-то участке отложилась, здесь отложилась, где, возможно, там различные паразиты имеются, где полипы, микрофлора, там вся эта там сидит, понимаете, по различным закоулочкам, она там отлаживается, как, знаете, как всё, что мы едим, где-то там что-то отложилось, где-то выход. И там начинает давать вот эти свои душистые вещества, вот эти вот ароматы, вот эти фитонциды, вот эти вот ароматные масла, эфирные масла. И начинается действие то, которое надо. Вот для этого я его использую. А если вы спрашиваете, видите, сразу как-то амарант, я толком не знаю, как там амарант, просто не посмотрел. Лён. Лён – это средство, которое способствует обволакиванию, то есть оно выделяет слизь. Его можно перемолоть. Можно и так, можно и перемолоть. То есть это не то средство, которое убивает патогенную микрофлору. То есть она направлена совсем по-другому. Значит, ещё разок повторюсь. Амарант я не знаю. Лён – это обволакивающее средство. Ну, для того, чтобы оно действовало лучше, как обволакивающее средство, вот тут я считаю, его можно размять. Потому что через кожуру оно будет не так выходить, как хотелось бы. А когда кожура будет разбита, вот это вот всё будет выходить лучше. И, естественно, обволакивающий эффект будет сильнее. Кунжут. Кунжут – это средство, семена, которые способствуют, то есть они тёплые, можно так сказать, горячие. Они способствуют пищеварению отчасти, они способствуют и нормализации микрофлоры. Я бы их не молнил. Я перед тем, как его оценить, хочу очень порадоваться, что есть вкусное, целебное, и очень приятное, я уже это вижу по цвету, средство по очистке печени. Потому что вот женщины-молодые начинают друг друга рассматривать. Тут чего-то, типа какие-то веснушки, тут чего-то, и все говорят, это печень. И все, ну как же жмут. Ча, ча, я тоже не знаю, и прочее. Вот вам ответ. И кровотверное средство. Свеклой пахнет. Нужно ли их перемалывать? То есть важно понимать механизм. Для чего используете? Если вы используете для того, чтобы... Это удачная тема. У вас есть не геннадий Бедраевич. Очень хорошо. Толстые аж кишечники, то средство должно дойти, поэтому молоте ничего не надо. Оно должно развлекать и само там мыть. Если вы используете как обволакивающее средство, пожалуйста, это обволакивающее средство, оно должно уже где-то неизвестно. А в живом водке вот как в кишечнике, если вы там с содой что-то там переборщили, и у вас жжение, то есть у вас нету слизи защитной. Значит, для того, чтобы ее получить вообще, его надо здесь уже измельчить, запарить, чтобы уже получилась слизь, эту слизь принимать. Далее, и с учетом вот таких вот действий надо использовать. Если, смотрите, для того, чтобы просто что-то в ротовой полости, ну, грубо говоря, пролетить, надо семя разжевать. Ну, я думаю, вы поняли, что в каждом конкретном случае семенами поступают тем или иным образом. Да, если используете их как добавку, как добавку, все-таки, как пищевую добавку, все-таки для того, чтобы они лучше усвоились и переварились, их-то вообще надо и разжевать даже. Как пищевую добавку, но это не жгучие семена. Это семена, ну, типа льна, там, ну, допустим, семена, грубо говоря, подсолнечника, там, орехи. Их надо тщательно-тщательно пережевывать, чтобы они хорошо усвоились. А остальное, ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. И концовочка, концовочка, это цель приема, увеличение гемогабина и просто принимать как БАТ. Ну, опять-таки, просто принимать как БАТ, значит, лучше тогда их разжевать, чтобы они лучше усвоились. То есть, цель усвоения. А для того, чтобы что-то усвоилось, оно должно быть хорошенько, особенно семена и орехи, раздроблено, как питательное средство. Это запомните. То есть, в этом случае надо разжевать. Если от паразита, не надо, надо проглотить, оно там само будет действовать. Если в ротовой полости, надо разжевать. Не запутайтесь. И, наконец-таки, цель поднять гемоглобин. Да про этот гемоглобин, ну, посмотрите целебную кулинарию. Но я уже выставил более тысячи видео. И в каждом, знаете, что-то имеется такое, чего нет в других видео. Вообще, вот, я удивляюсь, мое видео о вырождении рода. Она касается каждой семьи. Каждая семья в той или иной степени может на пустом месте получить колоссальные проблемы. И как их избежать, вот тут я примерно и рассказываю, хотя бы, чтобы они понимали. Так вот, что касается гемоглобина, он поднимается буквально-таки за неделю. Если вы используете такой сок, берете столовую ложку свекольного сока, выдавливаете на соковыжималочке, и добавляете стакан яблочного свежевыжатого сока. Получается необыкновенно вкусная смесь, которая за считанные дни поднимает гемоглобин до нормы. Я ничего лучше не встречал. И проще. Продолжение следует...